Друзья, для меня очень трепетно стоять здесь, на этом месте, и для моего трепета есть несколько причин. Первое, я понимаю, что я буду проповедовать Божье Слово, и это очень трепетно. Во-вторых, передо мной сидит большая уважаемая аудитория, и это тоже очень трепетно. Во-вторых, на этом месте, передо мной, на разогреве, был Рожко, потом Приступ, а потом Калинский. Поэтому то, что я стою здесь, на этом месте, для меня это уже огромное благословение и приносит мне трепет. Когда мы ехали сюда на конференции, мы размышляли вот о чем, что проводить конференции на такие темы для тех, кто готовится, для проповедников. Мне, кстати, больше нравится слово проповедник, чем спикер. Спикеры, они спикают, да, проповедники, они проповедуют. Да, и мы говорили о том, что когда мы готовились в процессе подготовки вот к этой конференции, к этим проповедям, Бог нас всех очень сильно смирял. Тарас Николаевич немножко говорил уже, да, сегодня там, страдай молча, там, да, и прочие вещи. Господь много смирял, и как-то Господь до этого был достаточно милости в этом отношении ко мне, но вчера буквально перед выездом позвонили мне мои родные и сказали, что умерла моя бабушка, и они вот прямо сейчас, наверное, только заканчивают похорон. Мне хотелось и поехать туда, и я понял, что для меня вчера это было время моего смирения, когда нужно было ради дела Божьего вот здесь отложить то, что они могли, в принципе, и без меня сделать. И когда мы ехали здесь, в машине сюда ехали и размышляли, вот я подал идею, говорю, слушайте, надо было, наверное, конференцию называть не смирение, а радость. Тогда у нас было бы много радости с вами, мы бы пережили это. Хотя, с другой стороны, я понимаю вот что, что настоящую радость наша душа может переживать только тогда, когда она в настоящем смирении. Когда душа в сокрушении, только тогда она может переживать настоящую радость. Я помню это пожелание, где есть один брат, дорогой моему сердцу, когда мне было вот 30 лет, он позвонил мне и говорит, Андрей, я знаю, что тебе много советовали, но я хочу посоветовать тебе два момента. Я желаю тебе быть нищим и плачущим. Я вначале так, как вы знаете, завис немного, думаю, не понял, и он говорит, и он прочтирил мне вот эти слова из Нагорной проповеди, из блаженств, помните? Он говорит, блаженный и плачущий, если ты хочешь быть по-настоящему счастливым, ты должен плакать над своими грехами. Если ты хочешь быть по-настоящему богатым, ты должен понимать, что ты нищий, что ты нищий. И только в этом состоянии ты можешь быть по-настоящему блаженным человеком. И я желаю тебе до блаженства, и поэтому я говорю тебе эти слова. Поэтому то же самое для того, чтобы испытывать радость, наша душа должна быть в смирении. Сегодня братья доверили и попросили меня поделиться проповедями и применить конкретно тему смирения к процессу подготовки проповеди. И не доверили мне две проповеди. Одна проповедь будет на тему того, каким образом смирение должно отразиться в подготовке проповеди. И во-вторых, как смирение должно отразиться в процессе непосредственно произнесения проповеди. Здесь много служителей, достаточно много проповедников. И все мы понимаем, что проповедь – это уникальный Богом данный инструмент для созидания Божьей Церкви. Вообще проповедь уникальна. Вот смотрите, стоит один человек, перед ним сидят десятки и сотни людей. И мы одновременно можем передавать истину многим душам. Проповедь – это уникальный инструмент, который существует века и много веков. И хотя сегодня некоторые пытаются подвергнуть его сомнению, нужна ли вообще проповедь на богослужение. Или, может быть, стоит заменить проповедь чем-то другим, там, сценками или прочим. Но мы видим, что в Священном Писании проповедь была один из основных методов передачи истины. Христос проповедовал, апостолы проповедовали, во все времена многие люди проповедовали. Многие знаменитые проповедники передавали истину Божию, используя этот уникальный Богом данный метод. Но проповедуя мы с вами замечаем вот что. Что проповеди производят разный эффект. Есть проповедь, человек выходит, проповедуем, или даже когда мы говорим о самих себе. Есть проповеди не одинаковые. Есть проповеди, когда ты вышел, передал проповедь, и ты чувствуешь благословение, как истина переливается, и ты видишь отклик аудитории, как истина влияет на их сердца. С другой стороны, есть такие проповеди, ты вроде выходишь, и ты говоришь, и ты видишь, что как-то, ну, нету того влияния, нету того эффекта, или, точнее, нужно сказать, нету того плода, который бы мы хотели бы видеть. И здесь, естественно, мы задаемся вопросом, почему так, в чем дело, чего недостает, или, скорее, что делать для того, чтобы проповеди были более эффективны, или систематически эффективны для того, чтобы они приносили плод в наших церквях и в душах их людей. Конечно, этот вопрос многосторонний, и на него сразу вот просто так не ответишь. Возможно, одна из достаточно больших причин, почему это так, почему многие проповеди в церкви не имеют должного влияния и эффекта, возможно, заключается причина в том, что на кафедру порой выходят те люди, которые не должны быть там. Есть такое, есть такое, когда выходят люди, которые часто у них нет должной жизни, должного состояния сердца, и поэтому они выходят, и, естественным образом, их проповеди не имеют того влияния. Ну, вот на что я хочу обратить ваше внимание сегодня, что очень многое зависит от того, в какой атмосфере готовилась проповедь. Когда проповедник готовился к проповеди, что он понимал внутри? В какой атмосфере он готовил эту проповедь? Сегодня я хотел бы с вами размышлять вот на вот эту мысль преподателю, чтобы мы запомнили ее. Если вы ее запомните, будет уже хорошо. Друзья, мы очень гордые люди. И сегодня Виталий говорил, вопрос не в том, что мы гордые или не гордые, а где она проявляется, гордость. Так вот, гордость проявляется с разных сторон. И очень часто гордость проявляется в наших проповедях. Когда мы вместо того, чтобы передавать чистое Божье Слово, передаем его в перемешку с собой. Когда мы проповедуем или не только Божье Слово, но проповедуем и себя. Так вот, наше смирение в проповеди выразится в том, чтобы избавить нашу проповедь от себя и проповедовать Божье Слово. Очень важно. Вот, если вы одно что-то запомните, братья проповедники, запомните вот это предложение. Нам нужно молиться и стремиться к тому, чтобы на кафедре нас не видно было. Избавить проповедь от самих себя, от нашего «я», для того, чтобы передать истину Божьего Слова. Предлагаю вам вместе, для того, чтобы понять это и видеть еще раз, и обострить эту тему, эти истины, предлагаю вам вместе со мной прочитать один текст, знаменитый текст. В принципе, я кое-где уже делился этим текстом. Сегодня я бы хотел делиться им немного под углом, вот нами изучаемой темы сегодня. Это книга Иеремии, 23 глава. Откройте ее, пожалуйста. Это будет наш основной текст, хотя мы посмотрим еще на некоторые. Да, но это будет основной текст, куда мы будем снова и снова возвращаться. Открывайте, пожалуйста, Библию, и этого текста не будет там на экране, там только ссылочка. Я не хочу сделать вас ленивыми. Пауэрпойнт – хорошая вещь, но она делает порой христиан ленивыми, они Библии не носят с собой. Поэтому открывайте ваши Библии, и мы прочитаем этот текст, и мы будем снова и снова к нему возвращаться. Итак, книга Иеремии, или Иеремии, как вы называете, 23 глава. Я предлагаю вам прочитать с 16 стиха по 32. 23 глава, 16 стиха. «Там говорит Господь Саваоф. Не слушайте слов пророков, пророчествующих вам, а не обманывают вас, а рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Они постоянно говорят, пренебрегающие меня, Господь сказал, мир будет у вас, и всякому поступающему по упорству своего сердца говорят, не придет на вас беда. Ибо кто стоял в совете Господнем и видел, и слышал Слово Его? Кто внимал Слово Его и услышал? Вот идет буря Господня с яростью. Буря грозная и пойдет на главу нечестивых. Гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и доколе не выполнит намерений сердца своего. «В последующие дни вы ясно разумеете это. Я не посылал пророков сих, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Если бы они стояли в моем совете, то объявили бы народу моему слова мои, и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. Разве я Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? «Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь?» Я слышал, что говорят пророки именем моим пророчествующей ложь. Они говорят, «Мне снилось, мне снилось». Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца? Думают ли они довести народ мой до заввения имени моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое из-за Ваала? Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон, «А у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном, говорит Господь? Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Посему вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, говорит Господь, который действует своим языком, а говорят, Он сказал. «Вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и водят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь». Пророк Иеремия пророчествовал довольно сложный период истории народа израильского. Иудейское царство потихоньку приходило в упадок, северное царство, которое мы называем Израиль, оно уже пало примерно за столетие до этого. В Иудее, в частности в Иерусалиме, было очень печальной ситуации. Много растления, много притеснения, было ряд нечестивых царей. Служение в храме приходило в упадок. И вот в это время Бог посылает пророка Иеремию. Этот страстный проповедник, несмотря на то, что его обвиняли, его в кандалы заковывали, помните, его посадили в яму, его клеветали, его огорчали. Но этот пламенный проповедник вышел для того, чтобы проповедовать Божье Слово и возвратить народ к Богу. И вот здесь, в этой 23 главе своей книги, он обличает прежде всего священство. Он обличает прежде всего пророков, или, как мы сегодня говорим, проповедников, или служителей, до того времени. И он говорит о том, что народ израильский в таком состоянии, потому что в каком-то смысле они довели его до такого состояния. Тем, что они не передавали истину, а передавали свои сны и заблуждения своего сердца. Сегодня мы вместе с вами рассмотрим этот очень отрезвляющий текст, призывающий к крайне серьезному подходу к тексту Священного Писания, к тому, что мы проповедуем, как мы готовимся к проповеди. Да поможет нам Бог. Несмотря на данный текст и разбирая эту тему смирения, подготовки и проповеди, мы посмотрим на нее с трех сторон. Во-первых, мы посмотрим с вами на то, какие у нас опасности. Что нам нужно понимать, готовя проповеди, или выходя на проповедь после. Во-вторых, нам нужно понимать, над чем мы стоим, где наше основание. И, в-третьих, нам нужно понимать нашу ответственность. Это поможет нам Господь. Итак, первая сторона, которая раскрывает нам данный текст, я назвал ее так, основание проповедника. Говоря об опасностях проповедника, извиняюсь, говоря об опасностях проповедника, хотел бы обратить ваше внимание на четыре мысли. Во-первых, у нас, у проповедников, есть большая опасность. Я назвал ее так, подмена авторитета. Подменить авторитет, на котором мы стоим. Посмотрите со мной 16 стих. Так говорит Господь Саваоф. Не слушайте слов пророков, пророчествующих вам, а не обманывает вас, рассказывает мечты сердца своего, а не от уст Господних. И 31 стих. Вот я на пророков, говорит Господь, который действует своим языком, а говорят, Он сказал. Друзья, здесь достаточно ясная мысль. Слово Божье обладает невероятной силой и авторитетом. Авторитет проповедника не в нем, сам в нем, не в его санах, не в его дарованиях, а в Божьем Слове, в авторитетном Божьем Слове, на котором стоит проповедник и которое он провозглашает. Но авторитетом и силой обладает Божьи Слова, а не человеческие слова. И, братья мои проповедники, наша проповедь будет настолько авторитетной, насколько они будут соответствовать Божьему Слову. Они будут настолько влиятельны и сильны, насколько они будут передавать именно Божье Слово. Но для того, чтобы выйти на кафедру и быть уверенным, что ты проповедуешь Божье Слово, нужно очень много подготовки. Нужно много подготовки. Нужно сесть, найти время, молиться, открыть Божье Слово, изучать его, вникнуть в него, понять, что там автор хочет сказать, разобраться в этих словах, вывести в истину, правильно применить эту истину. И это занимает достаточно большое количество времени. И вот что делают многие проповедники. Они не занимаются изучением Божьего Слова. И, выходя на кафедру, а им хочется, чтобы слова их были авторитетны. И тогда они передают свои слова, но выдавая их за слова Бога. Понимаете? То есть, если я выйду и скажу, ну, я вот так думаю. Вы скажете, ну, мало ли, что ты думаешь. А если ты выходишь и говоришь, так говорит Господь. И мы понимаем, что под этими словами гораздо больше веса. Так вот, многие проповедники, знаете, они спекулируют на этом. Они выходят и, не изучив Божье Слово, передают свои слова, якобы представляя их как Божье Слово. И это страшно. Мне иногда очень, знаете, очень некомфортно и страшно в душе, когда я прихожу на богослужение и когда брат объявляет и говорит, послушаем Божье Слово. Послушаем Божье Слово. И выходит проповедник и начинает говорить, непонятно что от лица Бога. И это страшно. И Иеремия обличает здесь, братья мои, кафедра должно быть местом, это престол Божьего Слова. Библия должна быть прикована к кафедре. Здесь должна она превозглашаться и в нем наш, в ней наш авторитет, а не в нас самих. И нам это нужно помнить. Вторая опасность это угождение людям. Посмотрите 17 стих. Они постоянно говорят пренебрегающим меня. Господь сказал, мир будет у вас и всякому поступающему по упорству своего сердца говорят, не придет на вас беда. Почему они так проповедуют? разве они не видели, что там в обществе много было проблем и общество разлагалось? Видели? Эти люди хотели иметь принятие, чтобы их уважали и для этого они просто пытались льстить слуху людей. Льстить слуху людей. Они больше заботились, чтобы это нравилось людям, а не Богу. И вот эти проповедники руководствовались исключительно соображениями своей собственной выгоды. Братья, когда мы готовимся к проповеди, смирение должно проявиться вот что. Мы должны не просто думать в этот момент о людях или некоторые готовые с проповедем представляют. Я как выйду, скажу, а вот этим понравится, а я знаю вот того. И тому тоже это слово понравится. Они подойдут, потом скажут мне, как хорошо, ты молодец. И где-то он уже готов, если он предвкушает всю сладость похвальбы людей. Друзья, нам нужно избавить себя во время подготовки проповеди от этих мыслей. Нам нужно проповедовать Божье Слово таким, каким оно есть. А не пытаться просто угождать людям. сегодня для многих проповедников это большая проблема. В многих церквях проповеди, знаете, они вместо библейских превращаются просто в гуманистические проповеди. Библейская проповедь это та проповедь, которая начинается с Бога. Есть великий славный Бог, перед Ним надо преклониться. Вот этот Бог говорит вот эти слова. Друг, проверь свою жизнь, покорись Божьему Слову. Решение проблем человека через покорность Богу и Его Слову. Гуманистическая проповедь, она начинается с нуж человека и заканчивается тем, что человек может взять от Бога для того, чтобы ему было хорошо. Как один проповедник, когда очень метко подветил, он говорит, многие проповеди можно свести примерно к этой формуле. Собрались один хороший человек говорит другим хорошим людям, как им стать чуть-чуточку лучше. Вы понимаете, он вышел, спел, красиво рассказал и всем хорошо. Нужно быть очень осторожным здесь, я чуть буду пропускать немного времени. Третья опасность проповедника, я назвал его так, отсутствие призвания. Думал убрать этот пункт, а потом решил все же говорить о нем. Смотрите 21 стих. Я не посылал пороков всех, а они сами побежали. Я не говорил им, а они порочествовали. Возможно, вы со мной не согласитесь в этом, но тут есть мое убеждение. Я не согласен с тем, что в некоторых церквях говорят о том, что каждый брат должен проповедовать. Нет, в каком-то смысле все мы должны проповедовать в смысле того, что мы должны быть благовестниками и делиться Божьим Словом, делиться Евангелием с окружающими. Но учить церковь и проповедовать Божье Слово могут те, кто призваны Богом на это служение. Проповедникам, знаете, вот Бог благословил меня уже лет пятнадцать учить гомилетики, герминевтики. И знаете, вот учил уже сотни людей. И я еще раз отчетливо вижу, что проповедниками не становятся, ими рождаются. Их рождает Бог. Это дар от Бога. У человека есть желание, у него есть способность, он стремится, он желает, он идет к этому, и у него есть способности к этому. Ему говорят, что у него получается. И проблема многих из нас в том, что мы порой тянем всех туда. И потом иногда говорим, как так проповеди какие-то скучные, какие-то непонятные, и что-то, что-то не получается, что-то не нравится. Друзья, смирение некоторых из нас может просто выразиться в том, чтобы не заходить на карту. Чтобы не заходить на карту. Просто честно посмотреть на себя. И может быть, твое, опять же, это не унижение человека. У каждого верующего есть свои дары. Ему лучше бы заняться тем, в чем его есть дары, потому что это будет проносить ему радость и благословение. Четвертая опасность, на которую я хотел бы обратить ваше внимание, я назвал так изменение фундамента. Не на том, не на том стоит проповедник. Смотрите, 25 стих. Я слышал, что говорят пророки моим именем пророчествующий ложь. Они говорят, мне снилось, мне снилось. Пророк, который видел сон, пусть рассказывает его, как сон. Вот я на проповедников ложных слов. Говорит Господь, который рассказывает их и вводит народ в заблуждение своим обманами и обольщением, тогда как я не посылал их и не повелевал имени никакой пользы не приносит народу сему, говорит Господь. Я не знаю каждого из вас и не знаю из каких вы церквей, но достаточно много посещаю церквей и иногда вот читаю вот эти слова мне снилось, мне снилось проповедники снов. когда мне кажется, что многие из наших церквей недалеко ушли от этого. Когда человек выходит на кафедру и он начинает рассказывать, что ему кажется. Вот я ехал сейчас в трамвае и мне показалось. И он начинает рассказывать, что ему кажется или буквально сны, буквально сны. И выходит пастор и говорит, слушайте, мне вчера приснился сон. И он рассказывает очень странный сон. И потом он говорит, наверное, это значит вот это, вот это. Друзья, это страшная вещь. Кому какое дело, что тебе кажется? Проповедник. Кому какое дело, что тебе снилось? Кафедра это место, где нужно выходить и не говорить, что тебе кажется, а проповедовать Слово Божье. И вот смирение в проповеди должно выразиться в том, что убрать себя, убрать, что тебе кажется, убрать, что тебе приснилось, исследовать Слово и передать его. Это самое лучшее, друзья, что мы можем делать. Я помню, когда зашел в одну церковь и вот сел, не нужно было встретиться с одним человеком, и я пришел под конец собрания, и вот сел примерно как вот там сидят под балконом, буквально в самом последнем ряду. И там сидели перед одной два молодых парня. И значит проповедовал один человек, и вот он своей проповеди говорил очень много. Он рассказывал значит про проблему газа, газовую проблему между Россией и Украиной, что цены повысились. Он говорил об Америке, он говорил о патриархе Кирилле, о том, что он делает, о том, что как бы не совсем нужно. Он говорил про президента, он вспоминал про Юлию Тимошенко, и многие моменты рассказывал так. Эти два парня сидят между собой, и один другому говорит, а как ты думаешь, он курс обмена валют скажет или нет? А тут ему говорит, если скажет новости, уже можно не смотреть. Ну, мне тоже смешно, но мое сердце плачет, друзья, что это порой происходит в наших церквях. Это страшно. Еще один знаменитый пример, студенты, которыми преподавал, они всегда вспоминают этот пример про апостола. Когда мы приехали, расскажу вам его, кто не слышал, когда мы приехали, когда собрали молодежь, попросили нас посетить одну сельскую церковь. Вот мы собрались в микроавтобус, поехали в сельскую церковь в одну, там такой пастор такой интересный, не знаю другого слова добрать, интересный человек был, он говорит, ну давайте так сделаем, я вот сейчас начну, а вы потом выкладывайте все, что у вас есть, и я потом закончу. Ну кто из вас в села ездит, вы знаете, примерно так оно и случается обычно. Значит он вышел и начинает рассказывать, говорит, слушайте, я вчера читал, что Христос избрал двенадцать апостолов. Я вот сижу и думаю, а что означает слово апостол? и я начинаю молиться, Господи, дай же мне понять, что означает слово апостол? И он говорит, и мне Дух Святой говорит, начинай разбирать слово по буквам. И он говорит, хорошо, Господи, и он говорит, первая буква А, что означает эта буква? и мне приходит мысль, когда ребенок рождается, что он делает? Он кричит, ааааа, он говорит, понял, Боже, это жизнь значит, понятно, понятно, а разобрались, дальше осталось постол, постол, а он сам из Западной Украины здесь откуда был, и он говорит, а у нас постол, постолы, это лапти такие были, знаете, раньше такие плетеные лапти, постолы, и он говорит, я понял, То есть Бог взял лаптей, дал, вдохнул в них жизнь, и они понесли ее. И потом говорит, Господи, как же я раньше таких истинных видел. Мы едем назад в машине, с нами был один брат, он думал уезжать в Америку, в штат Орегон. И мы говорили, что у нас там много служения, что может стоит ему остаться, и он был в таком, знаете, колебался. И что-то он заговорил за Орегон, и молодежь говорит, а давай мы разберем слово Орегон. Значит, что означает буква А, мы уже знаем. Понимаете, вот интересно, мне нужно было, мы ехали назад, и мне нужно было вот эту, извините, муть. Выгребать из ума людей. Как вы думаете, люди будут читать Писание после этого? О, они будут казаться им, но. Я смотрю на людей, люди сидят и думают, вот это духовность, вот это пастор дает, вот это откровение у него. Друзья, это откровенная глупость. Это маразм за кафедрой. И это страшно. И это страшно. Нам нужно избавить себя, свое мнение, убрать его, друзья, и проповедовать только Божье Слово. Это большие опасности перед нами. Мне немного времени, и идем дальше. Второе, на что хочу брить ваше внимание. Основание проповедника. Братья, когда мы готовимся к проповеди, вот нам нужно вот это очень ясно понимать. На чем мы стоим. Говоря об основании проповедника Божьего Слова, хочу отметить также несколько мыслей. Во-первых, основание нашей проповеди – это действенное Божье Слово. Основание проповеди – это действенное Божье Слово. Смотрите, 29 стих здесь. Слово мое неподобно ли огню, говорит Господь, и неподобно ли молоту, разбивающему скалу. Вы видели скалу? Вот ты смотришь на этот монолит. Но есть люди, очень умелые. У них есть, они знают, как отбивать эти камни. И когда есть инструмент в ловкой руке, эта скала может, да, она трескается, она ее разбивает, и потом уносит, разбирает. Вот иногда смотришь на сердца неверующих людей, и ты видишь – это скала. Это скала. Так вот, послушайте, друзья. Вот эту скалу может разбить только Божье Слово. Он говорит, Слово мое неподобно ли огню, неподобно ли молоту, разбивающему скалу. Это Слово может разбить скалу неверия в сердцах людей. Но вреди Вима, только Слово. Не наши жалостливые истории, не наши какие-то причудаковатые истории какие-то, или картинки, или иллюстрации. Это может сделать только Божье Слово. Братья мои, и нам нужно убедиться, что мы с вами проповедуем именно Его, проповедуем именно Божье Слово. Только оно действенно. Не наши слова, не наши истории. Слово Божье, во-вторых, не только действенно, оно возрождающее. В следующей проповеди мы чуть больше об этом поговорим. Смотрите, 1 Петра 1, 23. Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Суть того, что мы хотим сделать в церкви, мы не просто говорим людям, слушайте, ну давайте чуть лучше будем, ну что ты такой злой, ну давай лучше чуть будем, давайте чуть меняйся. Не, мы говорим о том, что тебе нужно умереть и родиться заново. Ты не станешь лучше, если ты не родишься заново. Должно тебе родиться свыше. Господь должен изменить твою природу. И вот, друзья, смотрите, обратите внимание, что Бог избрал свое Слово как уникальный инструмент, через который происходит рождение свыше. Смотрите, как рожденный не от тленного семени, но от нетленного, от чего? Слово Божьего, живого. Иакова 1, 18. Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. Родил чем? Словом истины. Слово Божье не только действенное и возрождающее, оно также взращивающее Божье Слово. Но мы хотим, чтобы люди росли в церкви? Конечно, хотим. Только Слово может это. Чистое Божье Слово. 1 Петра 2, 2. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Слово взращивает людей. Когда я очередной раз прочитал книгу «Деяния апостолов», я обратил внимание, что процесс распространения церкви одной фразой там описан. Смотрите, Деяние 6, 7. «И Слово Божье росло». 12, 24. «Слово же Божье росло». 13, 49. «И Слово Господне распространялось». 19, 20. «С такой силой возрастало и возмогало». Что, друзья? Слово Господне. Слово Господне измеряет сердца людей. И нам нужно понимать еще одно четвертое, и мы пойдем дальше. Слово Божье также является освящающим. Оно не только разбивает грех, возрождает новость жизни. Оно не только взращивает, оно освящает. Если нужно много об этом говорить, остановимся только на этих мыслях. Иоанна 17, 17. Христос говорит, «Освяти их истину Твоей». Помните дальше? Слово Твое есть истина. Мы хотим, чтобы любые люди освящались. Только Божье Слово. Господь использует Своё Слово как инструмент освящения. 2 Тимофею, знаменитый текст 3, 16, 17. «Все Писание богодохновенно и полезно для обличения, исправления, наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлен». Братья, я еще раз... Я знаю, что вы все не запомните. Но вот эту одну мысль. Смирение в проповеди, в подготовке проповеди проявляется в том, чтобы избавить свою проповедь от себя. Избавить проповедь от себя, от своих мыслей и передавать Божье Слово. Это очень важно. К этому нам нужно стремиться. Вот здесь я немножко остановлюсь и хотел бы сделать небольшое отклонение. Здесь очень важно отметить, знаете, вот еще такой момент, что сегодня часто называют смирением то, что им вообще не является. Человека, интересно, что сегодня человека, который убежден в истине, начинает называть высокомерным человеком. А человека неуверенного начинает называть смиренным человеком. Ну, кто его знает, так или не так, может, не так, я точно не знаю. Вот это смиренный братик. А когда человек говорит вот так, Божье Слово говорит, вот посмотрите, ты гордец, это что это ты? Ты один думаешь, что ты тут все знаешь. И я вижу, что сегодня в нашей культуре происходит некая подмена понятий. Человек может сомневаться в себе, но быть убежденным в истине. Папер когда-то говорил, что скоро вырастет поколение, а людей слишком скромных, чтобы верить в таблицу умножения. И слишком скромные. Друзья, нам нужно очень важно понять, что, да, наше смирение проявится в том, чтобы избавить себя, но изучить Слово и твердо стать на нем, не на своем мнении. Себе надо сомневаться, но на Божьем Слове. И здесь нам очень важно не путать робкую неуверенность с настоящим смирением в истине. Это очень важный момент. Итак, мы посмотрели с вами уже с двух сторон этот текст. Мы посмотрели с вами на опасности проповедника. Мы посмотрели на его основание. И третье, последнее, мне 10 минут осталось, ответственность проповедника. Ответственность проповедника. Говоря об ответственности проповедника, также хочу обратить ваше внимание на 4 момента. Во-первых, наша ответственность – проповедовать Слово Бога. Смотрите здесь, в 18-22 стихе интересные слова. Кто стоял в совете Господнем и видел, и слышал Слово Его? Кто внимал Слово Его и услышал? И 22 стих очень похоже. «Если бы они стояли в совете Моем, то объявили бы народу Моему слова Мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их». Посмотрите, вот здесь, в этих текстах, употребляется несколько раз вот эта вот фраза «стоять в совете Господа», «видеть и слышать Слово Его». Очень сильная фраза. То есть, пророк говорит, что для того, чтобы пророк провозглашал Слова до этого, он должен был увидеть Бога. Он должен был видеть и слышать Его Слова. Опять же, это образная фраза, как будто бы происходит некий совет у Бога, и что Он там стоит, и Он слышит Слова Божьи, и после этого, услышав Он, идет и передает их. Это очень важно. Братья мои, проповедники, это наша задача. Перед тем, как мы выйдем за кафедру, убедиться, что мы с вами были в совете у Бога. Что мы достаточно смирились и посвятили времени, энергии, силы Своей, чтобы в смирении понять, Господи, а что же Ты говоришь в Слове Своем? Боже, дай мне понять, что здесь сказано, какова воля Твоя. Виталий сегодня уже говорил этот текст, колоссально важный текст. Исайя 66, 2. Братья мои, нам нужен этот святой трепет. Перед тем, как взять и выйти, понять это Слово Божие, я не могу его, как попало, проповедовать. Мне нужно понять, что Бог говорит через него, и только после этого говорит. Итак, братья, наша ответственность проповедовать Слово Бога. Во-вторых, проповедовать Слово, я назвал так, перед Богом. Смотрите, 23-24 стих. «Разве я Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь?» То есть, другими словами, Бог говорит. Вы что, думаете, что я не слышу, что вы там проповедуете? От меня же не скрыться. Я все вижу. Братья, нам нужно понять, вот очень важным и первым нашим слушателем является Бог. И мы претендуем на том, что мы его берем, его слова, и передаем людям в его присутствии. Это серьезно. И нам нужно это осознать. И перед тем, как дерзнуть, зайти и сказать Слово Божие, нам нужно в смирении пред Богом и в трепете, понять Его. Искать Бога, стоять в совете перед Господом. Преподавая вот Гомилетику и Ерминевтику, Бог вот одному моменту меня научил. Работать с текстом очень сложно. И те из вас, кто трудится на этом поприще, действительно трудятся, вы понимаете, что это достаточно сложно. Нужно провести, перечитать много раз текст. Можно сделать, нужно сделать наблюдение. Нужно сделать толкование тех фраз, которые ты не понимаешь. Нужно сделать правильное, уместное применение. Нужно сделать грамматический анализ слов. Иногда нужно сделать сравнительный анализ некоторых терминов, для того, чтобы понять, в каком смысле этот термин употребляется здесь, в этом контексте. И это очень важная, такая кропотливая, техническая, и достаточно сухая работа. И вот для того, чтобы эту работу тебе снова и снова делать, тебе нужен достаточно сильный мотив, который бы побуждал тебя, преодолевая всю лень свою, делать это, углубляться туда. И преподавая, и сегодня, вот скажем, когда мы говорим о герминевтике, я понял, что мне нужно делать вот что прежде всего. Начинай свой курс с того, чтобы показать, что есть один величайший Бог на земле. Он славный, Он бесконечно великий. Мы всем Ему обязаны. Вот этот Бог все сотворил, и тебя, и меня. И вот у этого Бога, этот Бог говорящий, этот Бог решил, вот тот великий Бог, этот Бог решил записать свои слова и дать тебе их. И вот эти слова обладают величайшим авторитетом Бога. И вот когда ты возьмешь Библию в руки и поймешь, что если это великий Бог, и тебе руки начнут дрожать от трепета, вот тогда, наверное, ты готов проповедовать Божье Слово. Поймай, кто Бог и что у тебя в руках. И только тогда, видя величие Бога, у тебя будут достаточные мотивы, трепет, чтобы изучать, и не дай Бог не привнести туда что-то свое. Друзья, это очень важно. Третье. Наша ответственность проповедовать Слово Божье без примеси. Не только Слово Бога, и перед Богом без примеси. Смотрите 28 стих еще раз. Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон, а у которого мое Слово, тот пусть говорит Слово мое верно, что общего у мякины с чистым зерном, говорит Господь. Кто из вас немного учился, есть два таких понятия. Есть такое понятие, как экзегеза, а есть такое понятие, как эйзегеза. Вспоминайте, экзегеза – это извлечение смысла из текста. А эйзегеза – это когда мы привносим свой смысл в текст. Мы навязываем то, что нам кажется тексту. И потом передаем. Друзья, здесь нужно очень важно, чтобы, когда проповедуешь без примеси, ничего своего не внести, не навязать тексту твое мнение. А такого есть очень много. Ну, вот пару примеров. 1 Коринфянам 2,9. Как написано, не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Знаете этот текст? Сколько раз мы слышали проповеди на этот текст, когда говорят, как хорошо на небе будет. Да или нет? Никто не видел, никто не знает, что Бог приготовил, как там здорово будет. Ну, послушайте, там действительно будет удивительно, и мы до конца не можем постичь, только этот текст ничего об этом не говорит. Если вы посмотрите на контекст, то там сказано о Евангелии, о величии Евангелии, что Бог приготовил нам, уверующим в Евангелии, Он открыл нам их. А мы берем этот текст, знаете, что общего, мякины чистят, туда своего насунули, и начинаем проповедовать. Или вот еще один текст, Ефесянам 2,14,15. «Ибо Он есть мирно, соделавший из обоих одно, и разрушившись стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей». «О, я слышал одного проповедника, очень пламенного, призывающего к покаянию, говорит, грех есть между нами, Он разрушил отношения твои и Бога, но Христос пришел, упразднил, покайся и тому подобное». Сто процентов. Есть грех, и Он разрушил отношения, сто процентов. Но вот этот текст ничего об этом не говорит. «Этот текст говорит о том, что между евреями и язычниками была пропасть большая. А Бог, Христос пришел, упразднил, и один народ создал церковь свою». Понимаете? Берется текст, у него свой смысл, и начинается проповедовать, проповедоваться свои мысли. Можно много таких подобных вещей, и это очень распространено, и нам нужно, братья мои, хранить себя от этого. И последнее, четвертое. «Проповедовать слово, верно применяя». Мало того, чтобы проповедовать слово Бога перед Богом, без примеси, верно применяя. Смотрите, в этом тексте, изучаемый нами, тридцатый стих. «Посему, вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга». О чем здесь речь? Ну, в современном контексте многие тоже крадут некоторых проповеди. Вы знаете, и особых хороших проповедников, и иногда, слушая некоторых, можно понять, чьи он проповедь уже проповедует. Да. Но здесь речь вот о чем. Лжепророки того времени обращались к утешительным пророчествам иных времен. И взяли эти пророчества и говорили их в свое время. Ну, вот, к примеру, 4 царств, 19 глава, 32 стих. Вы помните, однажды царь окружил Иерусалим, и там был царь Езекия, который уповал на Бога. Вы помните, и пришла огромная армия. И вот там были царю сказаны такие слова. «Посему там, — говорит Господь, — о царе сирийском, не войдет он в город и не бросит туда стрелы и не приступит к нему со щитом и не насыплет против него вала той же дорогой, который и пришел, возвратится и в город сей не войдет, — говорит Господь, я буду охранять город сей». Помните, после этого ангел поразил 180 тысяч, и он вернулся назад, этот царь. Очевидно, вот эти пророки, которые пророчествовали во время Иеремии, они брали эти тексты и говорят, «Не войдет!» «Не войдет!» Они брали Божье Слово? «Да!» Правильно они его проповедовали? «Нет!» Они не поняли, кому это было сказано, в каких обстоятельствах, что там происходило, и, соответственно, они не брали, неправильно применяли эти тексты и тем самым искажали смысл Писания. Это большая проблема в том времени. Друзья, то же самое и сегодня происходит. Нам нужно быть осторожным, братья, когда мы готовимся, да мы можем привнести свое на уровне применения, неправильно поняв и неправильно применим, и тем самым исказим. У меня время уже закончилось, но поскольку я еще одну буду проповедь проповедовать, я украду три минуты у самого себя. Андрей, можно? Можно. Джон Маккартур как-то хотел, я буду подходить к концу. Джон Маккартур, у него есть замечательная проповедь, называется «Возвращение», замечательная книга, называется «Возвращение к разнесительной проповеди». Братья проповедники, если вы не знаете этой книги, вам нужно ее прочитать. Одна из лучших книг по Амилетике. Вот интересно, в конце этой книги он приводит письмо одного прихожанина, в котором он написал план воспитания проповедника. Очень интересное письмо. И он предложил целую схему, что нужно сделать, и она мне понравилась. Я не буду вам читать все, но урывки прочитаю, послушайте. Он пишет. Нужно загнать проповедника в его офис, сорвать с двери табличку офис и приколотить другую, рабочий кабинет. Вычеркнуть его имя из телефонного справочника. Запереть его вместе с книгами, пишущей машиной и Библией. поставить его на колени перед текстами, разбитыми сердцами, жизнями паства и святым Богом. Сжечь все его грамоты за успехи в богословии. Дать ему Библию и привязать его к кафедре. И заставить его проповедовать слово живого Бога. И когда, наконец, он решится взойти на кафедру, спросить его, есть ли у него слово от Бога. Если нет, прогнать его. Сказать ему, что вы и сами можете читать утренние газеты и слушать телевизионные комментарии и думать о текущих проблемах и заниматься общественными делами лучше, чем он. Велечь ему не возвращаться, пока он не прочтет и не перечитает, не напишет и не перепишет, пока он не сможет встать измученный, одинокий и сказать, так говорит Господь. Так говорит Господь. Несколько советов и мы помолимся. Во-первых, просто советы от души моей. Во-первых, братья мои, выделяйте достаточно времени для подготовки проповеди. Вы не сможете написать проповедь за час. И за два, и за три, и за пять должным образом. Во-вторых, я назвал так, выкупайте проповедь в молитве. Ищите Бога. Скажите, Господи, хочу понять, дай мне понять, чтобы я мог верно передать. В-третьих, прочитайте, прочитайте много раз текст и контекст, чтобы понять мысль автора. Это программа минимум, чтобы понять мысль автора. Кстати, здесь много сестер. То же самое в уроке воскресной школы. Четвертое. Изучите значение слов. Если вы что-то не понимаете, попробуйте вникнуть и понять. Пятое. Пятое. Определите, как применить это. Когда вы разобрали, поняли мысль, поняли слова, подумайте, как правильно применить к жизни слушателей. Шестое. Организуйте свои мысли. Не высыпайте на льдослушателей все подряд. Организуйте это, чтобы они могли усвоить это. Седьмое. Напишите конспект проповедия. Наши мысли окончательно распутаются, когда проходят сквозь пальцы. Развяжите для себя, напиши, перепроверьте. И затем, выходя, говорите. Так говорит Господь. Да поможет нам в этом. Давайте поможем.